привет мои пупсики сейчас мы с вами опять же на герметическом таро годфрида доусона тайного ордена золотой зари очень таком прикольном таро рассмотрим с вами истинное лицо мужчины что скрывает от вас этот человек именно давайте сейчас мужчину посмотрим что скрывает от вас этот человек истинное его лицо и скрывает ли он в от вас что-то давайте посмотрим правильно ли вы его сами определили и как его определяет карта таро и так смотрим четыре мужчины выбираем 4 мужчины это будет расклад довольно таки общий да но в то же время это такая будет колоссальная подсказка его истинные намерения его истинное лицо что он в себе таит выберите пожалуйста карту истинное его лицо истинное лицо мужчины с которым вы общаетесь давайте посмотрим хочется если честно много какой-нибудь грязи накопать как обычно мне но в то же время посмотрим и будем справедливы по отношению к мужчинам и так смотрим так смотрим открываю все карты чтоб вы могли понаблюдать за ними рассмотреть пока я буду трактовать по одной выбирать буду точнее толковать буду слева направо все картона так толковать только слева направо и так первый мужчина которого вы загадали это король жезлов колесница огня что он от вас стоит во первых он свои чувства реальные свои чувства не любитель показывать да вот его когда спрашиваешь о его настоящих чувствах то если честно это его поднапрягает он весь поднапрягается для того чтобы ответить причем он такой я знаете вам скажу ну не пылки но достаточно так огненный он может впать впасть в ярость да иногда кажется из-за чего это он так взбесился но на самом деле вот пробить эту его этот его скафандр достаточно таки просто хоть ему кажется что он себя хорошо защищает скажу что он от вас скрывает знаете вот можно сказать про него как вещь в себе много что он скрывает я бы сказал что в первую очередь он скрывает свои мысли у него все время какие-то мыслительные процессы в голове которые он не хочет озвучивать он мало у человека чего-то узнает через разговор через диалог он скорее всего просто сам в себе сделает какие-то выводы причем эти выводы будут перетекать плавно в другие выводы потом в третьи выводы я бы не сказала что у него есть законченная точка зрения она у него плавно перетекает в одну другую причем от внешнего мира это не особо зависит это зависит от его мышь типа мышления еще скажу по этой карте что в принципе человек хочет поднимать руку на другого человека он может драться но хотя по нём вроде бы не скажешь да но когда он хочет когда он злится он хочет просто валить хорошенько понимаете человеку он представляет как он его бьет так что тут надо тоже с ним быть осторожным чтобы не выводить на него вот на такие вот огромные страшные рукоподнимание не давай не доводите его до этого скрывает знаете еще с его прошлого вот что-то скрывает он просто не считает это нужным говорить он просто не утаивает это а просто не хочет об этом это вспоминать и вот если всплывет да и вы ему будете ставить в укор да или ты мне не сказал ты мне это ты врал не обижайтесь на него он просто такой который просто не договаривает не считает нужным причем них него не только таких супер целей нету вас вести заблуждение он просто об этом не говорит то что он сам это где-то пережил и забыл так сказала бы дальше этот мужчина склонен неправильно точнее не то что неправильно зарабатывать деньги каким-то таким путем да либо налоги скрывать либо он иногда подписывается на какие-то такие аферы но в которых он сто процентов уверен что он выиграет иногда он кстати может узнать он в детстве знаете что научился делать он научился в детстве стройки себя такого птенца желторотого с широко открытыми глазками что он такой знаете невинная птичка но на самом деле это он просто так умеет скрывать вот кстати очень видно и для него это не свойственно но когда он себя ведет как это невинный птенец аки птаха без вины виноватая то это я вам скажу он в детстве научился что-то у него такое было в детстве что он может вести себя двулично но в общем человек нормальный нормальные все дальше давайте посмотрим этого человека этого мужчину и его истинное лицо он уже проживает свою не первую жизнь у него уже такой достаточно богатый кармический опыт у этого мужчины чтобы еще такого сказать но вижу такого он сколько бы ему лет не было он такой знаете пасти постигший истину я бы сказала странник путешественник путешествовать картинки очень много у него очень много очень много картинок в голове которые он запечатлел и и причем такое ощущение что это не за одну жизнь а за несколько причем я бы сказала что он еще тут есть еще девочки еще один момент до кармические жизни кармическими жизнями да но над ним еще висит такая вот шестиконечная звезда да я вам скажу одну вещь что подселенцы сущности его не миновали и возможно через какое-то время вот он то чистый чистый потом хоп на него прыгнули кто-то прыгнул он ведет себя совершенно неадекватно потом с него это соскакивает и он ведет себя совершенно нормальным причем это не так часто бывает но периодичность как это там я бы сказала раз в два в три года да то есть не знаю сможете ли вы это проверить или нет да но у него были такие моменты когда потому что я чувствую как человека с которого вот ушла сущность да и у него такая гробовая тишина в душе да такая вот чистая я бы сказала тишина и то есть на него иногда это садится причем смотрите тут вот крылья и тут вот крылья да это человек который в свои кармы вот эти прорабатывает прорабатывает вот этими сущностями иногда может меняться до неузнаваемости не думайте что его кто-то сгладил либо спортил вдруг было все хорошо потом стало все плохо по одной простой причине потому что на нем нарисовалась вот это вот какашечка до живая она на нем посидеть посидеть но он ее он ее сгоняет точнее не он ее сгоняет а его это карма сгоняет и он потом становится нормальным потом был был нормальным потом вот у него когда такая периодичность и и это не не только в этой жизни не только в этой жизни он еще так прорабатывает и еще и будет прорабатывать вот так вот а больше в принципе ничего не могу сказать тоже человек когда он хорошем нас на состоянии да в чистом состоянии он нормальный нормальный адекватный мужчина дальше давайте посмотрим следующую карту король мечей вот такая вот карта а с этим человеком я бы сказала что знаете как тут идет да он либо очень верит в какую-то религию да очень сильно причем он может даже этого не показывать да но он в эти какие-то заповеди возможно господни там христианские заповеди верит да но в то же время он их не соблюдает эти заповеди причем смотрите в чем фишка на этой карте смотрите очень много вот этих вот пентаграмм пентаграмма на лбу тут пентаграмма потом тут пентаграмма тут 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 очень много такого двоякого я вам скажу если вы хотите его больше понять почитайте сами про пентаграмму и как-то хотела видео снять но все руки не доходили про пентаграмму потому что это двоякое значение да и это божественная звезда вифлеема и в то же время это и адская где перевернутая где прямая звезда тут тоже надо быть очень осторожным потому что звезда вифлеем она тоже перевернута да будьте на чеку с этим человеком потому что он в принципе вроде бы да и такой несущий правду матку да какой то такой очень очень типа достойный но в то же время он под этой пентаграммой находится да и сказать что это плохо и хорошо тяжело потому что он очень сильно верит верит он в это высшее какое-то проведение но вокруг него вот эти вот как раз таки и искусители и ангелы и кого тут только нету у него это я бы сказал что-то как путь священника какого-то путь священника скрывает ли от вас он что-то истинное лицо хотите его рассмотреть вот смотрите у него тут много лиц и много лиц и он сам он может быть даже хочет быть вот этим дан несущим какую-то справедливость в общем у него тут какая-то кармическая такая задача я бы сказала мирового уровня до у этого человека он вот как бы это не звучало да но он он еще не проснулся до конца он еще проснется это очень я бы сказала сильная карта для мужчины очень полный духовно но в то же время еще все-таки по пентаграмме сложно судить именно к чему он относится не могу вам точно сказать почему и его как коронавали до король мечей коронавали именно вот эти и ангелы и бесы и ангелы и бесы его коронавали ладно сложный сложный тут тип все-таки над ним надо присмотреться именно по звезде пены по пентаграмме по пятиконечной звезде вот даже просто от нефиг делать загляните в википедию про пентаграмму почитайте там где-нибудь на сайтах что такое пентаграмма что-то тут у него какая-то такая суть идет мессия я бы сказала дальше давайте посмотрим последнюю карту эта карта 4 и 4 говорю 6 старший аркан влюбленные дети божественного голоса что могу сказать он хочет для вас делать все возможное он хочет вас спасать как кто-то там кто-то там в скале был деметра ну ладно я уже просто не помню греческую мифологию но вот по этой карте он ваш мужчина сражается с этими змеями он вас защищает он хочет вас освободить он реально влюбленный вас реально влюблен и к этому мужчине в стоит присмотреться потому что он он делает действие он делает дела не говорит а действует это хороший мужчина и причем в принципе он вам подходит он функции такие несет которые вам нужны на данном этапе вашей жизни так что обратите внимание пожалуйста на этого мужчину еще по карте влюбленной вот такое вот гадание было девочки мои дорогие истинное лицо истинное лицо которое мы сейчас показали вам на герметическом таро конечно по-другому будет будет будут показывать карты например монара по-другому климт более такой жизненный приземленный да ну а почему бы сейчас и не поработать на герметике не посмотреть вот эти высшие предназначения так как это видит тайный орден золотой зари причем он мне импонирует но иногда он очень сильно загонный как бы я бы так сказала не для каждого все девочки пока пока целую люблю обнимаю